Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Познакомились с парнем пять месяцев назад, общаемся, проводим время вместе. Признавались сильной симпатии, взаимно, скучаем друг по другу, делимся планами на будущее, узнаём друг друга. Ну а сегодня в телефонном разговоре парень в грусти сказал, что не знает, что он чувствует и запутывал. Говорит, что привык к буре эмоций, вспышке к женщине, со мной такого нет. Со мной спокойно и комфортно, я ему очень нравлюсь и важна, но его смущает, что нет этой влюблённости, как щелчка внутри. У меня тоже нет этой дикой влюблённости и тяги, но есть тёплые устойчивые чувства. Меня это не пугает, но парень загрузился, что у него впервые вот так. Я чувствую его заботу, внимание, он даже подарка и ухаживает. Я к своим чувствам наоборот становлюсь осознанной и серьёзной. Для меня наоборот лучше испытывать спокойные чувства. Парень не может понять, что с ними, почему нет этого щелчка, а говорит, что все его отношения были посильными этому слову, но всё заканчивалось, как только эта вспышка проходила и ему хотелось нового. Подскажите, почему у парня так? Действительно ли важно чувствовать эту бешеную искру бабушки в животе и т.д. для построения серьёзных отношений? Можете объяснить, почему мужчина так это заботит и почему он при этом заботился, раз я ему нужна и симпатия есть, но он не понимает, что он чувствует? У вас довольно много, получается, вопросов касаемо другого человека. Вот, у вас довольно много вопросов, получается, касаемо, вот, собственно, человека, да? Вот, касаемо, собственно, его. Но я думаю, что мы, как психологи, не можем отвечать на вопросы, касающиеся других людей. Я думаю, что мы можем говорить только про вас, и это справедливо, вот. Я думаю, что ваши вопросы, они про то, что вы в себе не уверены. Я думаю, что ваши вопросы, они про то, что вы боитесь молодого человека потерять, и вы про то, что вы всё-таки сомневаетесь в своей ценности и важности ему, делая упор, значит, на то, что он для вас делает. Вот, и, на мой взгляд, это является проблемой. То есть, ну, загрузился человек и загрузился, мало ли, какой у него есть опыт, мало ли, с каким опытом он сталкивается сейчас, на данный момент, на данное время, и соответственно, мало ли, какой у него путь, скажем так, да, какой путь ему нужно пройти. Вот, чтобы, ну, реализовать, вот, собственно, то, что он хочет, да. То здесь, на самом деле, не так важно, то, что чувствует он, как важно, важнее. То, что чувствуете и хотите вы по отношению к человеку. Вот, то есть, здесь важно умение, я бы сказал, желание центрироваться именно на себе, именно на то, на том, точнее, на том, чего вы хотите для себя сами, вот, а не на том, что, ну, что делает и как ведёт себя, ну, человек. Вот, на мой взгляд, это куда более, ну, куда более справедливо, на мой взгляд, куда более, куда более, куда более, на мой взгляд, она куда более, как сюда более, какая sooner. и, скажем так, целесообразно, в этом смысле, вот, ну, понимаете, да, вот, какая штука и какая история. Вот, и я думаю, я думаю, что примерно такая ситуация на данный момент, в общем-то, происходит. Дальше. Идём. Следующий аспект, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание заключается в том, что если, ну, допустим, мужчина, да, привык к тому, что у него есть определённый опыт, да, вот, то есть если мужчина привык к тому, что он, вот, ну, испытывает определённые одни чувства, вот, то само собой, что когда, значит, появляется, ну, какая-то вот другая ситуация, да, когда появляется другой опыт, то человека это может, в принципе, пугать. А также никто не отменял того факта, что люди хотят гарантии и мужчина хочет гарантии тоже. Вполне вероятно, что в глубине души он как-то осознаёт, что то, что происходит сейчас, не похоже на то, что у него было раньше, и, вероятно, есть ощущение, что это всё-таки что-то такое как минимум непохожее, что-то новое, что-то серьёзное, и это его тоже может, конечно, ну, тоже может его, конечно, пугать. Вот, что, на мой взгляд, и происходит. Человек пугается того, что не всё как обычно, и вместе с этим, ну, как бы, нет как будто бы гарантии какой-то, вот. Нет как будто бы гарантии, вот, того, что, ну, например, что всё будет как-то, вот, понятно, да, нет гарантии, что он, всё будет как-то, ну, скажем, очевидно, да, для человека, вот, и это, соответственно, пугает, вот. Я бы обратил внимание больше на то, как вы сами к этому относитесь, да, и как вы сами это воспринимаете. Вот, что, пожалуй, важно. Вот. То есть, именно, именно, именно ваши чувства, на мой взгляд, весьма и весьма здесь важны, как мне видится. Потому что, именно ваши чувства, именно то, как вы на это, ну, вот, скажем, реагируете, да, является здесь одним из, по моему мнению, определяющим аспектам. Потому что это, собственно, является двигателем. То есть, это двигает вас, это двигает вас в определённую сторону в отношениях. Это формирует у вас определённую позицию в отношениях. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, опять же, ну, вот, как мне видится, ситуация здесь заключается именно вот в этом, как мне кажется. Гадать, вот, именно гадать, на мой взгляд, можно очень-очень долго. Вот. И, ну, ни к чему не прийти. Вот. Ну, вообще. Понимаете, да? Поэтому я бы не рекомендовал вам в этом направлении действовать. Просто рекомендовал бы прислушиваясь к себе, вот, не напрягая себя, да, не вставляя себя. Вот. Ну, скажем так, вот, значит, просто действовать. Вот. Просто действовать и всё. Вот. Потому что, по факту, это, на мой взгляд, единственное в данной ситуации, что вы реально на самом деле можете. То, что вы так хотите, чтобы мы вам объяснили, да, то, что вы так хотите, чтобы мы вам объяснили, чтобы мы вам, вот, показали. Это, на мой взгляд, конечно, свидетельство того, что у вас есть изрядная доля, ну, тревожностей. Вот. И с этой тревожностей нужно работать, вот, потому что она, эта тревожность вам не будет, ну, в общем-то, давать покоя. Да, она будет вам мешать, и мешать, как мне видится, довольно сильно. Вот. Вот, пожалуй, то, что я бы хотел вам сейчас сказать. Да, если у вас есть, на данный момент, вот, если у вас есть, как вы, ну, как вы говорите, спокойные чувства, да? Вот. Ну, если у вас есть, а не есть, вот, то, просто, ну, позвольте, этому быть. Вот. И всё. Вот. 6, 8. Просто позвольте этому существовать. И посмотрите, в общем и целом, к чему вас это приведёт. Вот. Куда вас это приведёт. И так далее. Вот. То есть, я, я бы вот, наверное, в таком бы ключе, как-то здесь вам ответил. И вот, интересно. relapse, которое нет. А... Привога. espí móval clip копер靖 у вас имеется. Например... например... ...это история, скажем так. про другое. Не про вашего парня, а про вас больше. И в этом ключе и нужно работать. Чем больше вы пытаетесь понять другого человека, тем, на мой взгляд, вы теряете, я бы сказал, связь. Вы теряете связь с собой, то есть, вот, ну, именно, вот, с, ну, с самой собой вы теряете связь. Вот, и в итоге ничего хорошего из этого не придет, и отношения попросту могут превратиться в, ну, скажем так, в обсуждение просто, собственно, этих самых отношений. Вот, и все. А я не думаю, что это то, чего бы вы для себя сами бы хотели. Я не думаю так. Вот, но по итогу, по итогу решать вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что, ну, что ситуация, будет самым лучшим образом для вас разрешена. Вот, вы большая молодец, что начала об этом говорить. Вот, буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать, ну, над собой работу. Вот, это позволит вам начать, ну, что-то делать. Ну, в первую очередь с, значит, с собой. Вот, позволит вам начать, исследовать себя, если вы, конечно, этого, допустим, если вы этого, допустим, хотите, да? Вот. И, соответственно, я думаю, что это был бы неплохой старт. Вот, ну, какого-то вашего опыта, скажем так. Да, ну, ну, некого вашего личного опыта, роста, да, некого вашего личного опыта развития. Вот. Самое что сейчас, как мне показалось, вот, несмотря на то, что вы, ну, вот, вроде бы, прописываете себя, как, ну, знаете, достаточно такого осознанного человека. Вот. Мне кажется, что вы, ну, вот, условно говоря, не справляетесь. Вот. Ну, так, по крайней мере, мне показалось. И чтобы отношения, например, не разрушить, вот, чтобы отношения сохранить, да? И, конечно, вам, на мой взгляд, имеет смысл над собой поработать. Вот. Потому что отношения разрушить легко. Вот. Очень легко разрушить отношения. А вот, как бы, восстановить их потом. Особенно, если такое желание есть. Вот. 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 Знаете, отношения очень сложно. К сожалению. Вот. Поэтому и хочется, в общем и целом, вам оказать какую-то вот помощь, да? Поэтому и хочется вам, как бы, показать то, что, ну, вот, кроме, кроме молодого человека, да? Вот. Есть ещё и вы. И что вы очень важны. А что другого человека понимать абсолютно бесполезно и, в общем-то, никуда не приведёт. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь. stаций он с. В. 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 В.